Жители пяти квартир дома по улице Балаковская, 18А, бьют тревогу. У них нет газа. Его отключили из-за неисправного дымохода. Теперь им приходится спасаться электрическими плитами и водонагревателями. Здесь установлены двухтарифные счетчики. Поэтому, чтобы сэкономить, жители готовят ночью. В одной из квартир живет 90-летняя участница Великой Отечественной войны Анастасия Андреевна Румянцева. Она – труженик тыла. Семью у женщины нет. Сейчас за ветераном присматривают соцработники и знакомые. Обеспокоились состоянием ветерана городские власти. На время решения проблемы с газом Анастасию Андреевну отправят в санаторий. Там о женщине позаботятся и подлечат. Для нее уже подготовили отдельную комнату. Ну и, конечно, окажем материальную помощь, так как затраты на электричество возросли. И возместим все затраты, которые понесла Анастасия Андреевна за тот период, в который она живет без газа. Проблема – это не одного дня. Жители неоднократно обращались к газовикам и в управляющую компанию. Те, в свою очередь, чтобы оправдать свое бездействие, на протяжении нескольких месяцев твердили, что решить проблему пока невозможно. Газ перекрыли после того, как дымоход обследовала одна коммерческая организация, которую наняли в управляющей компании. СВГК сослались на эту организацию. Государственная жилищная инспекция не посчитала нужным выехать и сделать свои замеры, сделать свое обследование. И тоже сослалось. Очень удобно найти того, кто принял решение за них и они отключили. Не как отремонтировать, а как отключить и сидеть, думать дальше. Дом 79-го года постройки. По словам коммунальщиков, дымоход изначально был бракованный. Исправить ситуацию составит немало труда. Для начала нужно заняться проектированием дымохода и вентиляционных каналов. Там есть сложности выведения дымохода и вентканала через кровельное перекрытие, через плиты основания. Так как дымоход выходит на технический этаж, и сверху на него прикасаются несущие балки на этом дымоходе. Поэтому просто так сверлить или пробить отверстие и вывести дымоход не имеется быть возможным. Приехала аварийная служба, вызывали жильцы, то есть отсутствует тяга. При отсутствии тяги газоиспрощая оборона должна быть отключена до момента восстановления тяги. То бишь, после того, как нам специализированная организация будет представлена акты о пригодности к дальнейшей эксплуатации этих каналов. Соответственно, только после этого мы пустим газ. Найти выход из сложившейся ситуации стало возможно только с привлечения властей и общественников. Глава советского района Самары Вадим Бородин рассказал жителям, что администрация уже обратилась в надзорные органы. Власти будут добиваться, чтобы жителям восстановили дымоход и включили газоснабжение. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События.